Здравствуйте, в эфире тема дня, гость программы Майя Гринько, начальник отдела социально-гуманитарной работы и психологического обеспечения областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Профессия спасателя сложная и опасная, и в вашем ведомстве существует специальный отдел, который оказывает психологическую помощь. Кому и зачем появилось это отделение? Мы единственная служба, которая на законодательном уровне оказывает помощь пострадавшему населению. Что такое на законодательном уровне? То есть мы можем выехать в зону чрезвычайной ситуации и оказывать помощь непосредственно там населению. То есть если собираются мобильные группы, то есть мы выезжаем и на территорию других регионов Украины. У каждого пожарного есть так называемая сумка психолога, с которой он выезжает на все резонансные и чрезвычайные ситуации непосредственно в Одесской области. Сумка психолога, там есть определенные составляющие. Ну, например, там есть одеяло, которым можно укрыть, да, именно человека. Там есть карандаши, альбомы непосредственно для детей, потому что для детей лучше всего действует именно арт-терапия. Там есть детские игрушки, есть чай. Майя, это вы выезжаете с такими сумками? То есть если там, где есть, ну, например, какая-то массовая резонансная события, то есть, ну, например, это пожар в жилом доме, да, в таком именно большом жилом доме. То есть это гибель детей. Это если детки у нас пропали на водоемах, это в обязательном порядке. Катакомбы туда же? Нет, катакомбы, это немножко другая история. Катакомбы мы тоже по запросу, потому что мы не работаем под землей, мы работаем на земле. А вот именно выезжаем тогда, когда дети пропали у нас на воде, это достаточно часто бывает. И там нужна помощь и родственникам, и родителям, потому что поиск детей происходит достаточно длительное время. И родители, соответственно, они уже привыкают и выбирают себе одного психолога. Почему это трудно достаточно? Потому что это не день и не два, это может быть и неделя и больше работы, да, и эта работа непосредственно идет с одним психологом. И это очень трудно и физически, на самом деле, и психологически. Майя, сколько же вас тогда? У нас всего 9 со мной на всю Одесскую область. Это, конечно же, очень мало. И на самом деле так называемая реабилитация нужна и самим психологам после выезда на какие-то такие серьезные чрезвычайные ситуации, особенно и с гибелью деток, и с гибелью людей. То есть, особенно если это один за другим, знаете, и тут такие чрезвычайные ситуации, особенно когда это поисковые какие-то мероприятия на воде, да, когда детки пропали. Поэтому, конечно же, нас мало, и это очень такая достаточно тяжелая работа. Но я знаю, что вы готовите спасателей, себе помощников спасателей, да, вот кто это? Первое. Мы готовим себе волонтеров-спасателей, это именно потому, что мы проводим тренинги. Тренинги по первой психологической помощи среди помогающих профессий, то есть те, которые так уже занимаются с людьми. Что это за профессия, да? Это социальные службы, это учителя, работники образования, это школьные психологи, это работники органов местного самоуправления. То есть, те сотрудники, которые общественных организаций, которые и так будут принимать какое-то участие и что-то будут делать в условиях чрезвычайной ситуации, да. А что они должны знать в первую очередь? В первую очередь, но я бы хотела сказать такой момент, что тренинги первой психологической помощи я рекомендую всем. Почему? Потому что если у нас мы порезали, например, руку, да, мы знаем, как оказать первую медицинскую помощь, чтобы не пошло дальнейшее заражение, то есть мы потом не остались без этой руки. Май, ну вот я, например, знаю, как оказывать первую медицинскую помощь, мне повезло, когда ты преподавала медицину в школе. А вот как оказать первую психологическую помощь, честно, не знаю. Мне бы вы тоже рекомендовали вот такую помощь? Конечно, вам бы тоже рекомендовала, потому что, тем более, если вы уже проходили первую медицинскую помощь, вы понимаете, что если ее не оказать вовремя, то оно может быть вплоть до гангрены. Точно так же, если в нашей жизни произошла какая-то, какой-то пожар, произошла какая-то кризисная ситуация, мы столкнулись с потерей, у нас даже в семье кто-то заболел очень тяжело. То есть, что такое кризисная ситуация? Это та ситуация, которая выбьет из колеи человека. То есть, была нормальная жизнь, и потом очень резко и очень быстро эта жизнь меняется, то есть, выбивает человека из колеи. И вот как раз в эту ситуацию здесь нужно оказывать первую психологическую, экстренную психологическую помощь, первую психологическую помощь. Потому что, если ее оказать, вот как раз та маленькая рана, небольшая рана, которая образовалась, она на самом деле может быстрее затянуться, чем если это оставить на самотеку. Если не оказать такую помощь? Если не оказать. В принципе, если мы берем по исследованиям, то люди, где-то процентов 70-80, на самом деле могут самостоятельно восстановиться после чрезвычайного происшествия, чрезвычайной ситуации, кризисной ситуации при условии психосоциальной поддержки. Психосоциальная поддержка — это у нас что? Семья. Это у нас семья. На работе коллеги, наверное, да? Это у нас соседи. Соседи, да, соседи и общество обязательно. То есть, вот такая поддержка общества, вот как в данном случае вот с нашими спасателями, да? Вот когда общество поддерживает, что профессия спасателей является героической, да? То есть, профессия спасателей является той профессией, которая помогает людям, которая не оставит человека в беде. То есть это дает спасателям возможность быстрее восстанавливаться после всех этих чрезвычайных происшествий. Майя, но тут хотела бы уточнить, вы когда приезжаете на выезд, вы ведь не знаете, попадает этот человек в 70%, который самовосстановится или нет? То есть вы оказываете сразу вот эту экстренную помощь всем и в любом случае или нет? Первое это оценка. То есть первое, что делает психолог, когда приезжает, он оценивает, кто из пострадавших. Ну, во-первых, сразу некоторые моменты, особенно там, где нужна экстренная психологическая помощь, можно оценить по поведению человека. То есть если человек агрессивный, это видно. То есть если человек в ступоре, это видно, правильно? То есть если у человека нервная дрожь, это видно. То есть есть приемы именно экстренной психологической помощи, которые видны и которые оказываются. Вот эти все три примера, это точно нужно доказывать первую психологическую помощь. Конечно, это экстренная психологическая помощь. Дальше оказывается помощь обязательно с детьми. Мы провели такой анализ именно по оказанию экстренной психологической помощи с детьми, и вот мы оказываем где-то двум-третьим деток, которые пережили чрезвычайное происшествие, пожар, подавляющему большинству, они нуждаются в экстренной психологической помощи, нуждаются. При условии, что им эта экстренная психологическая помощь оказана, детки восстанавливаются быстрее, то есть это вот именно таким образом. Майя, но я знаю, что вы работаете с переселенцами. Сейчас мы работаем с переселенцами по запросу. Раньше мы работали больше, потому что на нашей базе был создан региональный штаб, который в прошлом году был законодательно расформирован. И сейчас мы работаем по запросу или если это запрос от общественных организаций. У нас сейчас достаточно серьезно работают психологи и в общественных организациях, и в волонтерской психологической службе, и они оказывают очень хорошую помощь внутренне перемещенным лицам, они занимаются с детками. И арт-терапией занимаются с детками, и есть программа такая «Дети и война», то есть занимаются с детками. А в начале что им больше всего было нужно? В начале нужна была экстренная психологическая помощь, потому что приезжали, у нас в 2014 год приезжали по 400-500 человек в день. 400-500 человек в день, которые потеряли все одномоментно, и, соответственно, реакции у них были абсолютно разные. То есть от агрессивного состояния до ступора, и вот здесь вот как раз оказывалась такая экстренная психологическая помощь. У нас тогда психологи дежурили кругло-стуточно в координационном центре, непосредственно на железнодорожном вокзале. Ну и сами спасатели у нас тоже. Такая нагрузка была у нас на спасателей еще, скажем, дополнительная в плане... Май, вот и нагрузки на спасателей, да? Каждый день, по большому счету, обычно человек совершает подвиг. Сегодня, завтра, послезавтра. Вот как, ну, остаться вот на этом уровне? Ну, во-первых, мы отбираем людей, очень уникальных людей. По физическим и по психологическим своим качествам люди, ну, как бы спасатели, пожарные спасатели являются уникальными. И в физическом плане, потому что далеко не каждый человек будет с таким, скажем так, массой оборудования, то есть и с баллонами, да, именно для аппарата для защиты органов дыхания. И пожарный рукав, он достаточно мощный, достаточно тяжелый. Плюс к этому психологические качества у этого человека, да, ну, когда вот мы думаем, да, скажем так, любой пересечный, да, громадян, он уйдет от огня, да, он побоится его, он побоится туда зайти, да. А есть люди, да, есть люди, которые туда заходят, они не боятся туда зайти, потому что у них в первую очередь идет помощь человеку, который находится там. Я когда разговаривала с некоторыми нашими пожарными, особенно один случай меня очень сильно поразил, был у нас пожарный, вернее, есть у нас пожарный, работает пожарный, и у него родился ребенок, было, ну, буквально вот две недели ребенку, как он родился, и он идет тушить пожар и выносит с риском для жизни, выносит бабушку, которая там 84-85 лет, вот с риском для собственной жизни. Я тогда ему задала вопрос, ну, вот скажи мне, пожалуйста, да, ты ринулся с риском для жизни, чтобы спасти бабушку, у тебя родился ребенок, которому две недели. Он говорит, если я вижу, что мне нужно спасать какому-то человеку, нужна помощь, и от меня зависит жизнь этого человека, я ни о чем другом больше не думаю. То есть это люди, я же говорю, в этом плане являются уникальными. Плюс к этому наши тесты, именно психологический отбор, еще интеллектуальный уровень должен быть выше среднего, даже у рядового пожарного. Почему? Опять-таки мы можем это объяснить, да, потому что даже рядовой пожарный должен принять решение, он находится, он находится в очень серьезных, для любого человека, в очень серьезных обстоятельствах. Горит пожар, может произойти обрушение, то есть ты не знаком, да, с той ситуацией, в которую входишь, да, то есть ты первый раз приехал в этот дом, да, то есть и ты не знаешь, что, где в этом частном доме, где там баллон, где там печка, где там у тебя что взорвется, ты должен моментально все это оценивать. У нас пожарные одесские оценивают, где находится очаг пожара по прикосновению к стене, да, этого дома. То есть вот они просто попробовали, они уже понимают по интенсивности, насколько она нагрета, где, как, в каком именно месте происходит это возгорание. Это вообще есть определенный опыт, да, то есть определенный... Но это мы уже научили их, это мастерство. А вот психологическую устойчивость вообще можно научить? Есть такое понятие у психологов, как прививка именно стресса, да, такая вакцинация стрессом. Вот как раз эта вакцинация стрессом и психологическая стойкость, она и прививается постоянными тренировками, постоянными учениями, которые мы видим, вы снимаете, да, на телевидении все это показываете. А вы за кадром, но тоже им помогаете. Да, кстати, психологи всегда участвуют в этих непосредственно тогда, когда происходят учения. То есть почему точно так же участвуют? Потому что само учение для нашего мозга, оно воспринимается как реальное событие. Он выделяет те же гормоны, и он воспринимает, что он прошел тот же опыт. Наш мозг воспринимает, что он принял участие успешно, принял участие в чрезвычайной ситуации. И он записал себе это на подкорку, что это теперь является тем опытом и укрепил нейронные связи, которые нам помогут в быстроте принятия решений. Потому что мы должны принимать решения, вернее, спасатели должны принимать решения на подсознательном уровне. Они не должны вспоминать. Да, автоматически. Не должны вспоминать, так, а что мне сейчас надо сделать, а там мне нужно подсоединить рукав туда, да. Это автоматически идет, прокладывается линия автоматически, действия происходят. То есть по психологическому уровню это точно так же происходит? Конечно, это точно так же идет автоматически. Почему? У нас пожар сколько длится? У нас квартира сгорает за 7 минут. Ну, минуты, да. Да, 7 минут. То есть у нас дым распространяется со скоростью 7-8 метров в минуту. То есть у нас за 5 минут по лестнице может дым распространиться полностью на 9-этажное здание. То есть мы понимаем, сколько времени для принятия решения, его нет. Точно так же, когда мы проводим тренинги по именно эвакуации, да, из задымленного помещения, из именно пожара, точно так же мы говорим, вы должны полностью, почему именно тренировки и учения на объектах с массовым пребыванием людей, на предприятиях должны быть постоянны. В школах, в учебных заведениях это ежемесячно, это даже приказ есть в Министерстве образования, они должны проходить, чтобы записалось все на подсознание автоматически. Дети, взрослые все должны делать автоматически. То, что их учат и психологически вы их поддерживаете, это понятно. А вот есть ли у вас какие-то тренинги для того, чтобы спасатели не зачерствели, чтобы они не выгорали? У нас есть, значит, вот это первая психологическая помощь Межведомства постоянного комитета по психосоциальной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации. Там есть один замечательный блок. Оказание помощи людям с ограниченными возможностями. И это просто я рассказываю как пример вот такого, да, вот одного из тренинга. И тогда спасатели примеряют на себя людей с ограниченными возможностями. Да, вот как они будут действовать, есть ли у них проблемы со зрением, есть ли у них проблемы со слухом, есть ли у них проблемы именно на физическом уровне. И когда, конечно, через себя вот этот весь момент проходит, да, то это уже совершенно по-другому это реагируется. Плюс к этому, в эту службу идут люди с определенным уровнем эмпатии, то есть, которые могут сопереживать. Да, то есть, если у человека низкий уровень эмпатии, он не может сопереживать. А ему нечего больше делать. Конечно, он не может пойти в эту профессию. Он должен сопереживать этому человеку. Вы же понимаете, чтобы рискнуть собственной жизнью, ты должен сопереживать этому человеку. Помните, как я вам говорила, да, то есть, я забыл, что у меня ребенок, у меня отключилось это все, потому что вот человек близко находится, которому нужна моя помощь, и я могу ее дать. А почему он не испугался еще? Потому что он был натренирован. И вот тот гормон хищника, норадлинолин, который у львов есть, да, вот этот гормон, он выделяется и у наших спасателей, и у всех именно экстренных служб, которые происходят. Они идут в бой, чтобы спасти человека. Они не боятся этого. То есть, они боятся уже потом, когда мы вот разговариваем, они уже боятся, вот когда они уже вышли, да, они боятся и переживают. Майя, ну, в общем-то, в ваших руках и набор сотрудников, и их поддержка, и, в общем-то, формирование их работы, по большей части. Мы желаем вам успеха, и спасибо вам за беседу. Спасибо и вам большое, и рядом с такими сотрудниками всегда с удовольствием работать и оказывать им помощь. Спасибо. А я напомню, в гостях была Майя Гринько, начальник отдела социально-гуманитарной работы и психологического обеспечения областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спасибо.